Евангелие от Луки, 9 глава Должны или не должны, да? Ясно. Еще раз адрес. Луки, 9. Луки, 9. Значит, во-первых, мы должны помнить, что не всегда работает то, что работало в то время, оно может не работать сегодня. Может и работать. Конечно, один и тот же. Сколько бесов ты выгнал в своей жизни, Слава? Я не сталкивался. Слава Богу. Но ты уверен или нет? Не сталкивался. Если Господь позволит, да? А, если Господь позволит. А в тексте написано, тебе уже дана власть. Так учат те проповедники, о которых говорит Жанна. То есть фактически ты уже заряжен на это. Ты уверен в том, что он выйдет? Это другое дело. Если ты ходишь в этой власти. Смотрите, правильно, Артур, во-первых, если ты ходишь в этой власти, поймите, что это духовный мир. Это духовный мир. Если у человека где-то есть какие-то слабые места, не сможет. Это первое. Второе. Там есть четкая иерархия. И бесы разные бывают. Но мы должны понять, что когда он дал им силу и власть над всеми бесами, мы видим, что потом они приходят и не могли изгнать определенный вид бесов. Правильно? Но он-то им дал эту власть. Почему не могли изгнать? Он сказал, потому что этот род изгоняется постом и молитвой. Мы знаем, что учеников Иисуса упрекали в том, что они не постятся, как постятся ученики Иоанна Крестителя. Например, это просто пример сейчас. Это слабое место, неподготовленность человека. Теперь, то, что касается поста и молитвы. Молитва должна быть регулярной, да? Мы же это понимаем. Значит, и пост. Значит, если человек регулярно молится, но регулярно не постится, это слабое место. Или он регулярно постится, но не молится регулярно. Либо еще что-нибудь. Это один из вариантов. Но есть еще учение о том, что иногда лучше не выгонять беса, потому что он может пойти взять всего еще семь злейших и туда прийти. Это вопрос на самом деле очень большой и длинный. Вот то, что ты задал, Жан. Дело в том, что тот период очень сильно отличался от времени любого, до того и после того. Это было время, когда на земле был Мессия. На земле. Так? Второй момент. Это был очень короткий промежуток времени. Евангелие должно было распространиться по всему Израилю. И все люди должны были видеть, что вот эти ученики имеют как бы полную власть. Поэтому то, что они говорят, надо слушать. Тут порядок следующий. Поскольку они проповедовали Евангелие, это все нужно было подтверждать. Сегодня нет такой нужды. Мы все понимаем и знаем, что это правда, это есть. Для Израиля неграмотного, необразованного, ожидающего Мессию того времени. И это конкретно для Израиля было нужно. Чтобы они могли уверовать, изгоняли бесов, исцеляли болезни. Теперь смотрите. Сегодня очень многие вещи просто лечатся лекарствами. А в то время не было медицины. Сегодня тоже есть регионы, Африка, еще там где-то, где тоже нет медицинского обслуживания. И я верю, что там тоже Бог делает похожие вещи. Просто потому, что людям недоступно какое-то средство. Но там, где оно есть, не нужно сверхъестественное вмешательство просто Создателя. Например, взятие Ерихона. Почему эту тактику не использовали потом? Почему это было только один раз? Тогда, когда брали Ерихон. Ну, Бог так сказал по этому, да? Почему солнце остановилось только по молитве Иисуса Навина? Ну, обстоятельства такие были, он помолился, и солнце стояло над Гавоном. Сутки были 48 часов. Почему это не повторяется снова? Может, веры не хватает? Надо так помолиться? Я думаю, нужды такой просто нет. Теперь мы должны понимать, что мы живем в последнее время. Не во время, когда благая весть как бы зародилась и должна была двинуться. Мы живем в то время, когда благая весть уже вернулась в Израиль. И все уже знают за 2000 лет эту новость. Все. И поэтому не всегда и не везде сегодня нужно подтверждение сознанием бесов. Если раньше, допустим, приходил апостол, вот в 9 главе, какое-то селение, да? И, изгоняя бесов, проповедовал Евангелие, то это одна картина. Сегодня, даже если выгонят беса, реакция другая будет на Евангелие. Мы это должны учитывать и понимать. Исторический фон. Еще раз подчеркиваю, тема очень-очень большая по поводу изгнания бесов. В Новом Завете почему-то нет вообще никакого учения о том, как правильно это делать. Поэтому иудеи практиковали изгнание бесов. Мы знаем, что такие же вещи практикуют шаманы, буддисты, мусульмане. Ну, в принципе, все индейцы выгоняют злых духов, да? И так далее. То есть, сегодня, вот в этом мире, как определить? Понимаете, для Израиля того времени это был совершенно другой формат. Изгнание бесов. Сегодня в современном мире, я уже молчу про масс-медиа, про интернет и про все вот это. Но просто вот то, что знают люди, это не подтвердит никак Евангелие. Поэтому нужны другие методы, на мой взгляд. Конечно, надо выгнать, если надо. Тут не вопрос. Но, как бы, как Слава сказал, когда в каждом человеке видят беса, там, кашлянуть боятся. Реально. Там только закашлялся, опа, уже там все руки возлагают. И во имя Иисуса выгоняют беса, который заставляет кашлять. А кашляет он, потому что он освобождается сейчас от этого беса. Сейчас выгоним, и все, и кашлять перестанет. И определяют, это духовное или это гриб. Серьезно, я это видел сам лично. Или там еще что-то. При всем при этом, конечно, да, мы сталкиваемся с этим явлением. Я думаю, когда мы с этим сталкиваемся, мы можем это сделать. Поэтому бояться не надо, а нужно молиться и это. Но правильно сказал Артур Давидов, для этого нужно вести правильную жизнь в Боге. Что если ты ведешь ее неправильно, бесы тоже это знают. Но тут ты вдруг его выгонять начинаешь. Ты над ним власти не имеешь. Они тогда были в сто раз чище, чем любой сегодня человек. Понимаете? Но это мы тоже должны понимать и учитывать. Но время, последнее время, в котором мы живем, проявление бесов будет еще больше. А когда придет Антихрист, получится из Антихриста выгнать дух Антихриста или нет? То есть в этом можно же дальше пойти. В принципе, можно взять и молитвами остановить Антихриста, выгнать Антихриста. Правильно? Ну, по идее, над всеми же бесами власть дана. Значит, и над этим тоже. Ну, не работает. Почему? Да потому что, почитайте третью книгу царств, или первую книгу царств, когда Михей видит сидящего на престоле, да? Когда он говорит, я видел, когда дух сказал, я пойду и сделаю с духом лжи в устах. То есть Бог говорит, иди, и у тебя все получится. Это же ясно, что это дух лжи, обмана, да? Это дух нечистый. Но они все приходят на совет туда. Бог управляет вообще всем. Поэтому, когда, я верю, выходит бес, когда полностью совпадает время, ситуация, твое внутреннее состояние, и Бог подводит тебя, и бац, ситуация. И ты должен это сделать, и ты это делаешь. И бес выходит. Ты готов? Человек с тобой пересекся, и Бог хочет, чтобы вот сейчас это произошло. Но если на это нет его воли, не выйдет этот бес. Я тоже видел, лично участвовал в молитвах, пять часов подряд. Пастыра молились. Я этих пастыров знаю. Это люди, репутация очень хорошая. Это не то, что там, знаете, кто попал. Не выходит, значит, не время. Вот нельзя ему знать сейчас. Это Бог только знает, по какой причине. И я прослушал, я знаю полностью учения Дерека Принца. Думаю, что он один из тех, кто больше всех в этой области знает. Но это он, это его дар, это его служение. Там тоже есть много вопросов. Но я не видел, как бы, других людей, чтобы вот так вот в этом двигались, и у них получалось. У Дерека получалось это делать. Но это явно такой экзорцист. Вот на протестантском поле. Кстати, такие люди есть везде. И в католиках, и у католиков, и у православных, которые практикуют эти вещи, изгнание бесов. Вот. Но в этом вопросе, вот мне кажется, все-таки даже у православных побольше опыта, информации и понимания, что делать, чем у протестантов. Потому что протестанты очень часто имитируют, происходит там, ну, все, что угодно. Я сейчас не хочу об этом даже говорить. А там реально вот постепенный такой идет процесс. Постепенный. И надо понимать, что когда Иисус ходил по земле, ну, это Машех был. Он два раза не повторял. Понимаешь? Он сказал и бес вышел. Посмотри, как молятся пастыря. Кричат, там, провозглашают, там, то, то, то. Иисус так не делал. Он спокойно сказал и все. И бес вышел. То есть там не было никакого такого вот сопротивления или давления. Почему? Потому что полная власть. Потому что абсолютно чистый. И я думаю, в этом главный секрет. Чистота. Это главный секрет. Продолжение следует. Продолжение следует...